Роковая случайность, халатность или невнимательность. С приходом лета окна в квартирах саргутян скрываются чаще и шире. Это как приятная сторона сезона, так и опасная. К счастью, в этом году в нашем городе пока не зафиксирована трагедия, когда жертвами падения с высоты в жилых домах становились дети. Но факты инцидентов есть. Медицинская статистика говорит о четырех малышах в возрасте до четырех лет, которые упав, получили травмы. По статистике, за 2022-й в России выпали из окон 1400 детей. 200 из них погибли. Многие остались инвалидами. Кроме того, о постоянных пациентах летом говорят и в ветеринарных клиниках. Если с подрастающим поколением взрослые могут вести беседы на предмет безопасности у открытых створок, то четырехлапам этой истины не объяснить. Чтобы обезопасить свою семью от несчастных случаев, медики, следственный комитет, комиссия по делам несовершеннолетних, все в один голос повторяют необходимые превентивные меры. Соблюдая правила, взрослые сохранят жизнь своим чадам и питомцам. Нужно, например, не ставить мебель у подоконников, не оставлять малышей одних в помещениях с открытыми форточками и не полагаться на стандартные москитные сетки. Тему продолжит Карина Александян. Два метра – это много или мало? Для ребенка упасть с такой высоты – это почти гарантия получения серьезных травм или вообще угроза жизни. Несчастный случай может произойти и если малыш свалится с пеленального столика или из кроватки. Кроме падений из окон, масса падений к нам. Каждый день по дежурству поступают маленькие дети, которые выпали из коляски, выпали с качелей, которые упали с пеленального стола, которые упали даже просто с кровати. И для них достаточно этой высоты. Сейчас у нас такие средства диагностики, что мы их обследуем на КТ и МРТ всех подряд. И оказывается, что у многих из них вдавленные переломы черепа, черепно-мозговые травмы и так далее. Раньше, может быть, даже их и не замечали, а теперь уровень диагностики такой, что мы это все видим. В мае этого года 7-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа. ЧП случилось в Урае, его доставили в местную больницу. Там медики выявили у ребенка перелом крестца, лонной кости таза, ушиб легкого, пневмоторакс и тупую травму грудной клетки. Не исключали возможности развития отсрочных разрывов внутренних органов. Врачи приняли решение транспортировать пациента в сургутскую травмобольницу, в отделение реанимации. Вскоре его перевели в стационар, а уже в начале июня семья уехала домой. Несчастный случай произошел из-за того, что ребенок облокотился о москитную сетку. Естественно, проверкой усматривается, в обязательном порядке проверяется каждый родитель на предмет соблюдения требований безопасности, на соблюдение как раз надлежащим образом обязанностей по сохранению здоровья ребенка. Все ли меры были предприняты? Естественно, наступает как административная, так и уголовная ответственность. Если комиссия по делам несовершеннолетних, и органы полиции, социальной защиты, образования видят, что с этой семьей необходимо поработать и организовать индивидуальную работу профилактическую, не вот единожды, а на протяжении длительного времени, работа организуется межведомственная. Взрослым важно беседовать с детьми, объяснять все риски и последствия интереса к окнам. Помимо разговоров можно организовать просмотр, например, социальных роликов. Не лишними будут и превентивные меры безопасности. Детям с этим вопросом мы разговаривали с жена и я. К окнам они у нас не подходят. Гуляем мы, ну, одному у меня 8 лет, старшему сыну, младшему 5 с половиной. Только в нашем сопровождении гуляют. Одни не ходят никуда. И к окнам не подходят. С самого младенчества учили? Да, да, да. В кроватке рядом с окнами не стоят? Нет, 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 нет. Вообще, на эту тему я с ними до сих пор беседу провожу. Если где-то что-то случается, объясняю им все это. Окна – это один из самых опасных объектов в квартире для детей, наряду, например, с электричеством. И как показывает медицинская статистика, не только для малышей. Избежать трагедии помогут замки на ручках, фиксаторы внутри окна, решетки из металлического каркаса, а также поликарбонаты. Это прозрачный, но прочный материал. Последний способен удержать вес даже взрослого человека. В отличие от стандартных москитных сеток, она устанавливается изнутри окна. Визуально она практически ничем не отличается. Вблизи можно рассмотреть будут дополнительные вставки из прозрачного материала. Пластик усиленный, который надежно защитит вашу семью. Кошка не пролезет. Как только тепло, люди сразу открывают окна, сразу открывают балконы. Животные из любопытства или гонятся за мошками, комарами и так далее. Выбегают и, соответственно, сами этого не замечая, выпадают. Просто сетки не помогают. Они либо выпадают под весом животного, либо они их рвут. Важно понимать, что при падении травмируются не только конечности, но также и внутренние органы. То есть животное приземляется на лапы. Лапы не выдерживают такой высоты, такого давления. Соответственно, травмируется вся брюшная, органы брюшной полости. По данным Сургутской травматологической больницы, в 2022-м к ним за помощью в результате падений с высоты обратились 26 человек. Из них 11 – это дети. Практически всегда, говорят врачи, фиксируют повреждения позвоночника, костей таза, черепно-мозговые травмы. Даже если больной выздоравливает, то это приводит к инвалидизации, к длительной нетрудоспособности. Я провела анализ по Денис из окон в этом году в нашей больнице. И получилось, что взрослых выпало из окон с начала года 6 человек. В основном женщины и один мужчина. В текущем году статистика говорит о 4 детских случаях. К счастью, все ребята после падений из окон остались живы. Во всех случаях в момент ЧП родители несовершеннолетних находились дома. Возраст пострадавших – от 3 до 4 лет. В случае, если ребенок выпал из окна и остался жив, родители привлекут к административной ответственности, где предусмотрен штраф до 500 рублей. А если малыш погиб, то взрослые будут отвечать по уголовной статье «Оставление в опасности». При таком раскладе возможен штраф, либо арест сроком до одного года. Но очевидно, что это несоизмеримо со здоровьем и жизнью детей. Поэтому лучше заблаговременно обезопасить своих чад. Второго шанса уже не будет. Карина Александян, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».